Меня зовут Светлана Узельна и это Красоты Радио. Существует два вида солнцестояния, летнее и зимнее, в которые на поверхности планеты наблюдается самый длинный и самый короткий световой день. Что касается зимнего солнцестояния, то оно происходит в северном полушарии Земли, либо 21, либо 22 декабря. Но уже сейчас мы с вами практически не видим солнца, едем на работу, учебу, еще темно, возвращаемся, обстановка аналогичная. Помимо того, что организму явно не хватает витамина D, сонливости и синдром хронической усталости, возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. По статистике, ежегодно в России порядка 15% дорожных аварий происходят по причине ослепления водителя фарами встречных автомобилей. Избежать ослепления помогут специальные очки для водителей с линзами желтого цвета, уверяет директор оптики Polaroid Александр Осколков. Желтые линзы, прежде всего, дают контрастность и четкость в темное время суток. То есть, когда мы едем за рулем автомобиля без очков, то мы видим на расстоянии метров 100, расстояние действия ближнего света фар, которые освещают нам дорогу. Когда мы едем в очках водительских, то мы видим на 20-25% дальше. Кроме того, водительские очки со специальными желтыми линзами повышают контрастность, улучшают зрительные реакции, снимают сонливость и утомляемость. Они могут быть с диоптриями и без таковых для тех, у кого зрение единица. Вот вы собрались ехать в Белую Холуницу. Это 80 километров от Кирова. Вы выезжаете вот сейчас у нас на дворе декабрь. На улице временами идет снег, слякотно. Едете и там где-то километров за 10-15 километров до Белой Холуницы начинается дорога полностью вся в поворотах. Скользко, темно, падает снег, видимость слабая. Перед водителем – поворот. И тут неожиданно появляется фура. У фуры фары всегда выше, чем у обычной легковой машины. Она вас, естественно, ослепляет даже ближним светом своих фар. И что делает в этом случае водитель? Водитель рефлекторно нажимает на тормоза, поворачивает роль, чтобы уйти от столкновения. Колеса крутятся и заднюю часть автомобиля выносит на встречную полосу движения прямо под фуру. Но дальше лучше не рассказывать, что может приключиться. Ну а если бы были очки, то я не говорю, что, конечно, этого не случится. Здесь еще влияет опыт водителя. Но вероятность того, что не произойдет ослепление, водитель раньше увидит приближающийся свет фар, то он раньше на две секунды может правильно среагировать, не испугаться. В темноте наши зрачки расширяются. Когда резко из-за поворота неожиданно появляется встречная машина, она водителя ослепляет. Возникает резь в глазах, и все потому, что зрачок не успевает сузиться. Человек за рулем начинает жмуриться и рефлекторно поворачивает роль. Вот это еще один момент, когда идет встречная машина, желтые линзы, они не дают рассеиваться свету и слепить нас. Они его поглощают. И ослепление, оно уже меньше на 50-60%. Очки водительские могут быть еще поляризационными. Отражаясь от различных поверхностей, от мокрого асфальта, от капотов автомобиля, лучи могут проходить свой путь в вертикальном или горизонтальном направлении. В первом случае человеческий глаз может без препятствий различать окружающие его объекты. Горизонтальные же лучи частично перекрывают изображение, формируя блики. Для устранения световых искажений используются очки с поляризацией. Ее можно сделать и на очках водительских. Я бы еще хотел рассказать о том, что у водительских очков для также их безопасности нельзя применять стеклянные линзы. Потому что, не дай бог, конечно, происходит дорожно-транспортное происшествие. И, естественно, человек, водитель клюет вперед по инерции и бьется лицом, лбом о рулевую баранку. Стекло, естественно, разбивается и ранит водителя. Директор оптики «Полароид» Александр Осколков настоятельно рекомендует использовать полимерные линзы. Лучше всего из поликарбоната. Они прочные, легкие и надежные. В оптике «Полароид» постоянно проходят различные акции. Сейчас, в декабре, для всех желающих покрасят любые линзы полимерные в желтый цвет абсолютно бесплатно.